Давай волосы наверх, может быть, наверх и шею. Шейку покажешь. Тоже хочу попробовать, может у меня что-нибудь получится. Давай. Кому работать действительно сложно. Ну, ты знаешь, когда такое тяжелое профессиональное оборудование, то достаточно тяжело двигать. Но все зависит от студии. Есть куча же подвесных систем, и с ними гораздо проще. Но, как правило, да, хорошая работа – это ассистент. Один, два. То есть, по-хорошему, это командная работа. То есть, это стилист, визажист, фотограф, ассистент, помощник, реквизит. А кто из команды главный? Фотограф? Ну, как и в фильме режиссер. Ну, все равно образ-то не только фотограф создает. Ну, это командная работа на самом деле. То есть, с моделью чаще всего обсуждается, что мы хотим получить в конечный результат. Вот это если заказ, а если просто полет фантазии. Нет, ну, в любом случае, полет фантазии. Ты же понимаешь, что он будет. Что-то будет в конце, да? Стой, 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 стой. Ну-ка, смотри, смотри. Вот так. Рука мне не нравится, как висит. То есть, очень грубая мышца. То есть, надо следить всегда за телом девушки, да? То есть, если он утонченная красота, то, соответственно, не должно быть каких-то вот этих вот... Ну, какие-то мышцы там. С трицепсов там, да, прям ярко выраженных. И надо помнить, что ничто так не красит девушку, как фотошоп. Ага. То есть, без фотошопа они... Можно. Гламура бы не было. Да, гламура, да. То есть, это в любом случае, это... Гламура, ну, тут художественная подача уже идет. То есть, это именно подача. То есть, вот как учат в архитектурном или в любом художественном институте, что работу надо подавать. То есть, ты можешь просто сделать красивый кадр, да, но без подачи пиара он не покатит. Его просто никто не заметит. Должно быть движение в кадре. Ну, как его сделать без движения? А за счет динамики, за счет линии. То есть, линии куда-то начинают стремиться, то есть, в перспективу. То есть, не обязательно прыгать и... Абсолютно не обязательно прыгать. То есть, можно сделать компоновку кадра просто. То есть, диагональ, да, вот из этого угла в этот, из этого в этот. Ну, то есть, достаточно просто вот создать иногда диагональ. Ну, посмотри, видишь, верхняя сверху. Потом по лицу подчеркивать лицо, то есть, подчеркивать скулы. И надо следить вот за тенью от носа. То есть, вот так, чтобы это не было соплей такое, да, и, соответственно, вот красиво по глазам шло. И фотографу приходится ползать иногда по таким местам и лежать на полу, и залезать под потолок. Ну, понятно, потому что если стоять сверху, с ним... Да. Не тот фотограф, кто стоит на прямых ногах, да. Как тот сказал, уже не помню кто. Давай с волосами поиграем. У нас же есть вентилятор, да? Да. Отлично. Плюс движение можно создать обычным потоком воздуха. То есть, да, вот движение ткани, волосы. Лучше, конечно, вот, или где-то сбоку, но чуть снизу, да, чтобы вот волосы вот где-то вот куда-то наверх. А мы... Вот, 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 хорошо. То есть, вот, видишь, на самом деле, достаточно просто. То есть, вот, какое-то вот стремление движения, то есть, вот, вот, именно продолжаем движение, уже это задает какую-то динамику. Так, смотри, вот, ты чуть-чуть вот так вперед вот подалась. Рука не висит никогда статически. То есть, вот руку куда-нибудь, вот, ну, чуть-чуть назад, вот, чуть-чуть вот подтяни к себе. Вот. Нет, нет, только не хватайся за себя. То есть, пальчики вот просто вот, вот движение, вот оно, вот такое вот движение, да. Вот чем хорош, на самом деле, постоянный свет, да, от импульсного отличается, то, что ты можешь несколько кадров, особенно, вот, когда есть движение, волосы идут, да, ты можешь несколько кадров делать, и свет у тебя не сбивается. А тут требуется несколько секунд на перезарядку, чуть-чуть на меня. А как сейчас, как лучше вот снимать, симпульсный или без? Кому как больше нравится. Я чаще снимаю, конечно, с тайки, но он просто дешевле, чем, то есть, это уже вот, как говорил изначально, про финансовую сторону, да. То есть, многие фотографы разоряются на хорошую, дорогую камеру, да, там, изначально. А потом идут в профессиональную студию, платят за нее деньги, там, за часы, и снимают. Вот. Не знаю, мне такой способ не очень удобный, я просто собрал себе свою студию. Прям? Вернее. Прям свою? Да, да, прям свою. То есть, есть помещение, грубо говоря, есть свет мобильный. То есть, многие профессиональные фотографы, если бы вы видели, на самом деле, чем я пользуюсь, выбор купольный, наверное. Поднимем его. И какие же минимальные требования к студии? Ну, как минимум, хотя бы четыре источника света, хотя бы два софта и два зонта. Ну, и если есть мобильные ворота, соответственно, мобильные ворота и фон. Ну, ворот, который штатив, да, вот типа того, типа такой конструкции. А камера какая, наверное? Ну, хотя бы минимально, там, от 7 мегапикселей хотя бы. И многие, я знаю многих фотографов, которые этими штатными объективами снимают. И добиваются очень хороших результатов. Конечно, эти работы уже не напечатаешь, там, в журнале, в хорошем разрешении. Но, грубо говоря, для себя, вот, то есть, вот, ну, как для саморазвития. То есть, для понимания, как падает цвет, откуда он падает, почему он так падает. Значит, вдруг я захочу в журнал с своими фотографиями пройти какие-то... Ну, я тебе говорю, хотя бы минимум 7 мегапикселей. А лучше 10. Сейчас многие камеры уже идут от 10 мегапикселей. Повернись ко мне. Повернись. Вот так встань. Вот. Так, ты уходишь из света. Чуть-чуть сюда. Ага. Повернись. 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 Повернись.